Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбл, и мы продолжаем выживать в Сабнатику Беллоу Зеру. Первая оригинальная история, и сразу отвечаю на вопрос, почему так? Потому что, друзья, вторая меняющаяся история еще не доделана, и цельной картины нет. Там постоянно меняются диалоги, но полного сделанного нормального сюжета пока что нет. Как только он появится, обязательно будем проходить и его. А пока что первая оригинальная история, сборочка EA81. Ну и сразу же, отвечая на некоторые вопросы в комментариях, все комментарии я читаю, друзья, что это такое? Это ледяное природное явление, называется Брайникл. Очень близко к нему, мне подплывайте, потому что получите вот такое вот обморожение. А еще здесь рыбки, рапокрылы, которые могут дать тот же эффект, но он будет еще посильнее, и вы просто пойдете ко дну. И один наш подписчик уже даже писал, что задохнулся именно вот от этого эффекта. Видите, как долго действует. Поэтому будьте внимательны, рапокрылы и брайниклы это не есть гуд. А вот база в этом месте есть очень даже гуд, и уже неоднократно советовал вам в комментариях. Показываю еще раз координаты этого места. Мне, друзья, очень нравятся, потому что я постоянно здесь подъедаю вот эти фруктики. Я уже перестал ловить рыбку, ловить пузырей, делать бутылочки. Постоянно у меня респавнятся. Я как раз только-только их покушал, эти фрукты, жду нового восстановления. Ну а если вы любите игры и нравится наблюдать за реакцией стримеров в хоррорах, я рекомендую заглянуть на канал Болторез. Вы всегда будете в курсе всех новинок, улыбнете Синди Трэша и посмотрите, как у кого-то от этого бомбит. Автор проходит игры на любой вкус и цвет, а также регулярно устраивает стримы, общение с подписчиками и игры по заявкам. Болторез тебя уже ждет. Ссылочка на канал в первом закрепленном комментарии. Ну так вот, друзья, в прошлые разы мы с вами уже построили нашу базу, обеспечили ее бесперебойным количеством энергии, построив биореактор, ядерный реактор. Ну и сделав вот такую форму, у меня есть идея сделать подобие какого-то космического летательного аппарата, но находящегося под водой. Ну и в этот раз уже однозначно отправимся дальше исследовать сюжетную веточку. Так, немножко давайте сделаем тише. А вот хотя так нормально, да? Так, и куда же мы отправимся? Кто-то писал в комментариях, а что делать дальше? Друзья, все комментарии читаю, поэтому все пожелания, советы, рекомендации, вопросы, все пишите в комментариях. А делать дальше то, что в Сабнатике и Сабнатике Беллоу Зеро, в принципе, все нужно внимательно читать КПК. И вот есть у нас КПК, игра, скажем так, за ручку нас не ведет, поэтому она и просто классная, потому что здесь присутствует атмосфера, исследование, выживание, ну и такого вот одиночества. Хотя уже во второй истории это, скажем так, более хотят изменить. И вот, друзья, есть у нас такой инструктаж сектора 0, он называется. Здесь написано якобы намеки, что нам нужно сделать. С последним заданием мы с вами справились, пошли от обратного и нашли станцию Омега на глубине 200 метров. Было в предыдущих сериях, кому интересно, посмотрите. Ну и висят еще два задания активной миссии в вашем секторе. Они так и называются, миссии. И вот одна из них, это найти коллегу, пропавшего в ледниковом бассейне. И вторая, исследовать генетические исследования Левиафана, особи класса Левиафан. Для безопасного извлечения фрагмента материала используйте местное оборудование. Вот именно этим я и собираюсь заняться. Но вначале, как обычно, подготовочка. Ну и покажу свой ядерный реактор. Кто еще не был у нас в этой комнатке, здесь у нас сделано все по-правильному. Шалюз, который мы закрываем при входе, чтобы все было нормально. Должны, по идее, одеть радио, противорадиационную защиту, которая у нас, к сожалению, в Беллоу Зеру пока что не имеется, в отличие от первой части. Ну и сам-то наш красавчик ядерный реактор. Так, проверяем все его стержни. Друзья, кто-то... Ага, ну здесь вообще не видно. Кто-то писал, что не все. Наверное, друзья, даже и не все используются. Посмотрите, 2500. По идее, по идее, должно быть 10 тысяч. 2500, по идее, в одном реакторе. Но, так как это ранний доступ, это еще и первая версия, возможно, здесь присутствуют глюки. Я их уже не выему, да, и не посмотрю. Вроде бы все целые, только отработавшие. Значит, они не отработавшие. По идее, должно быть 10 тысяч, но у меня 2500 всего имеется. Но энергии, как вы видите, хватает, и она не проседает. Так, в общем, в принципе, зачем же я сюда пришел, друзья? А пришел я, чтобы полностью, опа, уже и наша ионная батареечка даже зарядилась. Полностью зарядить свои батарейки, переставить в мое оборудование и отправиться уже заряженным на 100%, если так можно выразиться. Так, 100%, резачок. Посмотрите, у нас до 45 просел, поэтому по-любому заменим. Строитель, кстати, который нам может, друзья, понадобиться, тоже заменим. И что у нас остается, сейчас я посмотрю. А, кстати, подождите, я глайдер поменял на ионную. Не-не-не, вот в глайдер я вставляю ионную. Ее хватает на очень-очень долго. Ну и у нас остался еще ремонтничек. Детектором я уже сейчас не пользуюсь. Он мне в свое время очень помог подсобрать ресурсов. Кто не знает, посмотрите предыдущие серии. Яйца морских обезьянок ищет просто на раз-два. Так, короче, все это дело я вставляю. Вот еще одну 100% на всякий случай с собой заберу. Ласт заряда, к сожалению, в сабнатике Беллоу Зеро пока что не имеется. А было бы очень классно. И, друзья, заметил вот такой вот баг. Вот плавает этот рапокрыл, который делает обморожение. Друзья, после перезахода в игру почему-то пропадает цвет этих надписей. У кого тоже так, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я же помню, что мы делали их желтенькими, красненькими, вот такими атмосферными. А здесь был пункт зарядки. Ё-моё, я что, его не покрашу? Подожди. Покрасим, покрасим. А ну, закройся, закройся, свернись. По-любому тебя покрасим. А здесь был зелененький пункт зарядки. Так, и теперь возвращай назад эти энергоячейки. Так вот, при перезаходе в игру эти надписи снова сбрасываются и становятся черно-белыми. Не знаю почему, у кого тоже так, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а крыша стеклянная, это вообще просто топ. Атмосферно, очень атмосферно. Хотя, наверное, для этой комнаты не совсем то, что надо. Все-таки ядерный реактор мы с вами привыкли строить. Он полностью огражден от внешнего мира, литийным усилением и вся комната глухая. Но вот в Subnautica Below Zero мне захотелось сделать так. А вот, кто хочет посмотреть на полностью глухую защищенную комнату, то переходите на канал и смотрите первую оригинальную Subnautica с русской озвучкой от студии Game Voice. Там мы сделали немножко по-другому. Вернее, совсем по-другому. И там вообще уникальная база находится прямо на гребе. Вот так вот вас заинтригую. Короче, друзья, мы в принципе зарядились, питание более-менее. Что там, мои фруктики распаунились или нет? Ну, до сих пор, как-то долговато. Окей, но мне еще нужно кое-что сделать. Друзья, я собираюсь отправляться в опасное место. И для этого мне нужно какое-то вооружение. У меня есть пропульсионочка, но пропульсионкой здесь дело не обойдется. Кстати, зачем я ее таскаю? Давайте я ее освобожу, инвентарь вот и положу. Я хочу сделать более нормальное оружие и единственное, наверное, оружие, которое может здесь кого-то вообще остановить. Ну и это, как вы понимаете, конечно же, стазис винтовочка. И у нас ее до сих пор, к сожалению, нет. Так-так, я вижу первый фрагментик. Быстренько-быстренько на выход. И смотрим, что это. Это фрагмент пропульсионной пушки. Не угадал, но было рядышком. Вы только посмотрите, какое шикарное место. Три куска, глайдер, сборщик транспорта. Да, я так понимаю. Ну и то, что я искал. Вот она, друзья. Фрагмент стазис винтовочки здесь валяется. Единственное, сколько же нужно чертежей. Еще один. Еще один кусочек. Но я думаю, мы сейчас с вами быстренько найдем. Обычно, если есть один, то рядышком где-то должен быть и второй. А вот и он. Вот и второй кусочек. Друзья, я был так увлекся, что не уследил был за прочностью морехода. И у меня уже оставалось 10%. Так что будьте внимательны. Эти акулки, к которым я уже просто привык. Не обращаю на них внимания. Плаваю. Вот здесь куча, где я хотел показать. Короче, здесь вы знаете, вон куча брудшарков, грубых акул. Плавают себе, плавают. И они коцают мой мореход по 10%. Итак, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Потом в последний раз уже смотрю. Осталось 10%. Быстренько, давай его бегом чинили. В общем, стазис, винтовочка у нас найдена. Камикадзе, камикадзе, тихо. Сейчас бахнет. Бахнул камикадзе, но урона не нанес. И возвращаемся. Нет, подождите, не возвращаемся. Давайте посмотрим, что же нужно, чтобы ее скрафтить. Так, а где ты находишься, стазис, винтовочка? Покажись, покажись, покажись. Вот она. Так, батарея, микросхема, магнетит. А я не помню, есть у меня магнетит на базе или нет. Возможно, нам нужно, раз мы уже здесь находимся, давайте я быстренько тогда еще сплаваю в глубокие извилистые. Там возьму хотя бы 1-2 магнетита. И тогда уже вернемся на базу. Кальмара, акула там, бесится. Ну, короче, мы с вами нашли. Да, магнетитик не лучшее место стало для поиска магнетита. Раньше здесь его было намного, намного больше. Сейчас здесь литий, алмазы и гелиобразные мешочки. Магнетит, наверное, лучше искать вокруг острова с грузовой ракетой. Ну и, конечно же, наверное, в шахте. Нужно будет ее обязательно посетить. Хотя, вот, посмотрите, уже и второй нашел. Но все равно здесь его совсем, совсем мало стало. Все, миссия выполнена. Кальмара, акула меня не забрала. Но был неприятный момент, когда меня схватила вот эта шипастая ловушка и тянула за руку. Говорит, останься ты, останься. Я решил, конечно же, не оставаться и вернуться на базу. Блин, мне кажется, мы здесь не пролезем. Как-то маловато, узковато место. Хотя, если бы я был без модуля сзади, за спиной. Нет, все-таки пролезли. То было бы намного проще. Но так как у меня модуль хранилище, я здесь, друзья, сделал уже такие запасики основательные. Вскоре вам покажу, чтобы ни в чем не нуждаться туда, куда мы с вами поплывем. В общем, возвращаемся на базу и скрафтим нашу стазис винтовочку. Три брудшарка вместе собралось. Вы посмотрите, блин, тусуются здесь. А вот и мои любимые фруктики. Респавнились чудесно. Замечательное место. Не перестаю, друзья, радоваться. Да, вначале было непросто, потому что кто смотрел серии, когда мы строили базу, помнит, как я отбивался от симбиотов, как они меня вообще доставали. Но потом вот теперь симбиотов мы отвадили, скажем так, убив одного дыра хвоста, поставив вторую ловушечку. И теперь все стало просто отлично. Они мне вообще совершенно не мешают. А фруктиками вот этими ледяными я постоянно пользуюсь. В общем, и посмотрите, какой вид. Просто какой замечательный вид здесь, когда происходят вот закаты и рассветы. Так, друзья, в общем, мы у своей базы. Все у нас хорошо. И осталось скрафтить. Опять титан крыловый, блин. Дырохвоз, блин. Посмотрите, опять завалился в нашу базу. Но у нас была проблемка, когда я здесь не мог построить дополнительные отсеки. Потому что из-за того, что тусовало здесь двое. И, кстати, опять двое. Вы что, живы? Я помню, одного я таки убил. Но теперь вот вдвоем. И снова они вроде тут оживают и плавают, да? Ладно, друзья. Хорошо. Давайте сделаем то, что мы с вами собирались. Для этого нам понадобится... Давайте посмотрим, что же нам понадобится. Так, а где ты? А почему ты здесь не появилась? Подожди. Друзья, это произошло. Произошло что? Я здесь, значит, вышел, сохранился. Почистил папочку кэш, почистил бэч объект, да? Короче, все почистил, все, что мог. Но, посмотрите, что происходит. Произошло одно из двух. Либо меня окончательно поразила куриная слипота. И я впритык не вижу здесь стазис винтовку. Показываю вам каждый просто пункт. Потому что потом будут писаться гневные комментарии. Ее здесь просто нет. Нет, я сейчас вообще покажу все, что имеется у меня в изготовителе. Посмотрите, посмотрите, пересмотрите, пересмотрите. Может быть в рыбу запихнули, да? Может быть такое случилось. Но нет. В рыбу никуда не запихнули. Показываю еще здесь все. Стазис винтовки. Нет, друзья, помните, я вам в одном из выпусков рассказывал, что студия AnnoWals планирует убрать стазис винтовку из игры, чтобы сделать ее более, скажем так, агрессивней и хардкорней. Чтобы люди больше здесь чувствовали атмосферу выживания. Якобы было очень легко. И посмотрите, насколько я понимаю, у меня это уже произошло. Пожалуйста, напишите в комментариях. Блин, опять все надписи слетели. Да что же это такое происходит-то? Ё-моё, здесь было красивенько. Все подписано. Вы посмотрите, что творится. И это, друзья, практически была готовая на 95% игра. Потому что история была уже практически дописана. Кроме последней катсцены и финального горного комплекса. Я здесь еще пришел, потому что хотел посмотреть. Возможно, запихнули в мод станцию. Но посмотрите, кроме термоклинка в мод станции тоже ничего нет. То есть, получается, друзья, у меня убрали, забрали мое изготовление стазис винтовочки. Причем в чертежах она изучена, есть, пожалуйста, выучена. Но скрафтить я ее никак не могу. Вот это да, вот это и случилось. И теперь, получается, перед лицом Левиафана, Хелицерайта, Найшадоу Левиафана, мы остались полностью беззащитны. Ну, как вам такое решение? Напишите, пожалуйста, в комментариях в вопросе во вступающей подсказке. Лично я против двумя руками. Это было единственное. Наш барьер и защита против настоящей реальной опасности. Осталось забрать еще только модуль перевентральной защиты. И тогда уже все. Бери могилку и закапывайся сам. Да, это просто жесть. Ну, как такое случилось? Зачем они это сделали? Забирать мою любимейшую стазис винтовочку. Это просто капец. Да, я очень расстроен, очень разочарован. Теперь близко к Левиафану 100% не подлезешь. Будем обходить стороной. И мы ему просто ничего не сделаем. А дамажит он, будь здоров, в 70%. То есть, полтора раза со второго раза вас уже просто не будет. Да, все очень печально. Кто тоже играет. И, друзья, заметьте. У меня же все-таки более устаревшая, скажем, версия. ЕА-8-1. Я специально не обновляюсь на последнюю эксперименталку. Я тогда, я туда-сюда скакаю. Уже там 3,5 гектара разницы между этой версией и самой последней. Когда делать новости и обзоры, я обновляюсь в ту версию. Ну, и когда вот играю, просто откатываюсь назад. Но я специально это не делаю. И у меня даже в старой версии исчезла... Ммм, да... Стазис пропульсив, стазис винтовка, блин. Я уже просто заговариваюсь. Да, расстроен я, очень расстроен. Это, мягко говоря, расстроен. Короче, друзья, ладно. Я приготовился, практически приготовился к нашему путешествию. И посмотрите, что я сделал. Я здесь, значит, сложил титанчик. Я сложил здесь кварцик. Здесь у меня все разложено медь. Разложено, подписано и покрашено. Серебро, золото и, конечно же, мои запасики. Единственное, я хотел здесь добавить еще несколько, пожалуй, свинца. Наверное, хватит. Это все-таки или вот так вот. Три свинца, да? Наверное, вот так. Или, допустим, одну аптечечку. И еще и магнетит. Короче, зря я это все дело, друзья, получается, собирал. Просто тупо зря. Потому что никому это оказалось ненужным в итоге. И сделать мы ничего не можем. Блин, у меня просто сбились с мыслей. Я вообще одно себе планировал и думал. И теперь, получается, мы остались вообще без тазис винтовки до конца игры. Печально. Очень, 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 очень просто печально. Так, вот здесь я красивенько сделал. Помните, мы делали антураж и перегнали наш модуль-изготовитель вот на эту платформу. Кстати, наш модератор заметил, что здесь есть дорожечка. Я тоже ее заметил. И я не хочу использовать эти штуки. Посмотрите, здесь есть специальные вот такие световые индикации. Прям как с инструмента исследователя. И ведут они вот сюда. Если я соберу этот фрагментик, вот здесь есть фрагмент исследователя, тогда они исчезнут. Поэтому я специально его и не собираю. Так, кто вообще заметил этот момент? Ну и, друзья, все-таки нам нужно в этот раз взять наш модуль изготовления. Потому что туда, куда я отправляюсь, он нам по-любому симбиот появился. Вы видели? Симбиот появился. Он нам обязательно понадобится. Блин, как медленно. Нужно было, наверное, подплыть мореходом. Да, вот эта студия, она загналась. Просто перепутала все планы и оставила нас беззащитными перед лицом такой опасности. Это, я считаю, вообще просто несправедливо. А как считаете вы? Выложил ресурсы, я практически готов. Осталось вот только поменять наши энергоячейки, чтобы мы были полностью 100% заряжены. Видите, одна вообще уже была на нуле. Поставить их заряжаться и можно будет отправляться в пульт. Ну что, будем по старинке, получается, обходиться нашей пропульсионной пушечкой. Вот эта подстава, как они так могли? Зачем они это сделали? Я не понимаю. Это слишком уже жестко, слишком хардкорно даже для меня. Да, печально, печально. Так, эти ячейки мы, значит, вкидываем. Новые 100% забираем. Ну и, в принципе, все, друзья. Наконец-то все наши сборы закончены. И мы с вами сможем отправляться в путь. Запечатываем это все место. Можно это не делать, друзья. Я это делаю, чисто отыгрывая какую-то там РП-шность, если так вообще можно сказать. Да, РП выживание в Сабнатике Беллоу-Зеру. Одиноко на планете 45-46Б. Но мне так нравится. Хорошо, друзья. Давайте отправляться в путь. В принципе, мы с вами нормально стабилизированы. Показатели у нас хороши и полностью заряжены. Специально беру, друзья, два модуля. Потому что модуль из... Давайте еще здесь проверим. Нет, я все-таки не верю в это. Я просто в это не верю. Блин, у нас нет Рубина. Вдруг понадобится. Так, смотрим персональное. Давайте посмотрим еще здесь. И здесь убрали. И здесь. Вот посмотрите. Вот здесь она должна была точно появиться. Нет, все. Пропульсионка есть. Стазис винтовки нет. Ну как так? Ну зачем это? Ну для чего вы это сделали? Это просто жесть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто именно в какую сборочку играет. У меня Марк 2020, сборочка 24-857. Или она называется EA81 Final Original Build. Вот так вот она называется. Экспериментальная сборочка в стиме. И у меня, друзья, исчезла стазис винтовочка. Просто хардкор. Да, я очень расстроен, мягко говоря. Короче, друзья, отправляемся в путь. Куда мы с вами отправляемся? Обычно я показываю полный путь, когда мы первый раз плывем. Но здесь показывать нечего. Потому что сигнал упавшего корабля появится у вас обязательно. Ну и не доплыть до метки не сможет только я не знаю даже кто. Поэтому отправляемся в путь. И там уже возле самой меточки я включу снова запись. Ну и я вот возле этого просто завораживающее место. Очень красиво. Мне кажется, вот при выключенном свете фар это просто выглядит волшебно. Красивенное создание. А мы, кстати, их же еще, друзья, не сканировали. Давайте выйдем и в этом сезоне мы их отсканируем первый раз. Да, мы их по-любому еще не сканировали. Потому что я сюда даже, друзья, не плавал. Медуза, возможно, у нее появилось уже описание. И можно будет по нее прочитать более детально. Нет. То есть, описание у них времени нет сделать. А забрать у меня мою стазис, любимую винтовочку. Время есть. Я вот плыл, друзья, и думал. Когда же я вам про это рассказывал? Буквально недели две или три, наверное, назад. Выпуски новостей о Сабнатике Белого Зеру. Кто не знает, на канале полнейшие новости о Сабнатике Белого Зеру. Прохождение уже второй сезона Сабнатики Белого Зеру. Прохождение оригинальной Сабнатики. Второй сезон прохождения оригинальной Сабнатики с русской озвучкой. В общем, если вы любитель и поклонник серии игр Сабнатики. И вообще, серии игр выживания. И не только выживания различных игр. Переходите на канал, подписывайтесь. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выхода следующего видео. Так вот, я плыл и думал, что буквально недельки три назад, когда я делал новости, где я рассказывал об этом. И они взяли вот это и реализовали главное, да? Описание, значит, у них добавить времени нет, блин. А забрать винтовочку время нашлось. Даже, даже, я не понимаю, как такое могло произойти в старой сборке. Зачем они это сделали? Не понимаю. В общем, в принципе, более-менее мы, друзья, удачно проплываем. Да, всего 12% я пока что здоровья морехода потратил. И, кто не знает, друзья, никогда не плавайте прямо под щупальцами у этих медуз. Потому что они жалятся, они электрические. И ток на них, кстати, можно жахнуть. Ой-ой-ой-ой, жахнуть, я сказал. Они в стену разбиться, блин. Хотел показать вам и продемонстрировать, друзья. Хотел использовать периметральную защиту, которой у меня в этом выживании нет. Блин, я уже даже все забыл. В общем, мы теперь от левиафанов не защищены пока что вообще никак. То есть мы в этом выживании еще даже периметральную защиту не нашли и не скрафтили. Обязательно нужно будет по нее поплыть. И у нас нет стазис винтовки. Все, перед левиафанами мы полностью безоружны. Это просто жесть. Для чего сделали такой хардкор? Все и мало, все и мало сложности. Да, это, конечно, меня не радует. Ну и мы первый раз в этом сезоне попадаем в Ледниковую долину. Сейчас здесь осмотримся, посмотрим, что же изменили. Все-таки во время четырех рестартов, когда я играл раньше, мы пропустили очень многое. Все изменения у меня, скажем так, не отображались. И в этот раз, играя по новой, я замечаю все новые и новые подробности и детали. Это радует. Так, еще одна аптечка пригодится. Теперь, я думаю, точно пригодится. Теперь-то у нас нет защиты, поэтому и пригодится. Друзья, гейзеры, посмотрите, как бьют прямо из-под земли. Можно их теперь отсканировать. Такого я не помню, чтобы мы с вами сканировали. Геотермальный источник, газовые карманы, открывающиеся из-за таяния льда. Блин, еле прочитал, что-то язык закручивается. Я все не могу отойти от шока, что у меня забрали стазис винтовочку. Так, ну и, конечно, мы сюда прибыли, чтобы найти нашего коллегу, конечно же. Или... Нифига себе, крики здесь стали. Или, по крайней мере, какие-то следы его последнего присутствия. И вот именно этим вы посмотрите, как я быстро замерзаю. Да, контроль температуры, тело, минус стазис винтовка. Заберите еще периметральный модуль защиты. Пожалуйста, заберите. Все, тогда мы точно здесь уже окочуримся. Блин, 30 секунд. Я даже не успею исследовать эту капсулу. Вы посмотрите, какой реально стал хардкор. Погодка просто вообще. Еще 10 секунд, и я вообще нафиг замерзну. Хорошо, что добрался вот до этого места. Бам! Все настолько стало вообще. Я представляю, что будет в новой истории. Если там будет еще хардкорней, это будет печаль. Кстати, друзья, кто играет в новую историю, в эти кусочки новой истории, если так можно выразиться, потому что цельной картины там до сих пор нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас есть стазис винтовка или нет. Ну и вот, друзья, тот шаттл Альтеры, который в сборке так же самое. Недоделанные текстуры, не покрашенные, полностью белые, разбившиеся, не сгоревшие. Хоть бы почернили его. Я вот все не понимаю, как так можно было не доделать эту версию, но забрать у меня стазис винтовку. Челнок Альтеры. Транспортные корабли. И никакого описания получается нет. Да, вот что чертеж. Посмотрите, снаряжение. Чертеж у меня. Стазис винтовка. Вот она появилась. Где же моя стазис винтовка? Где? Это все просто обман. Короче, понятно. Это шаттл, друзья, корабля Джеффри. Насколько мы можем делать выводы. Который улетел с нашей базы, оставил, кинул нас и непонятно, куда делся и пропал. И мы вот должны его найти и откопать. Как вы видите, друзья, находиться на открытой поверхности я вообще долго не могу. Вы посмотрите, какая погодка. Ё-моё, льдины падают. Хардкор, просто хардкор. Хотя Веспер просматривается даже при такой погоде. Да, жесть. Даже внутри нифигища я уже не вижу. Вот только... Вот только. Да, просто ужас. Просто ужас. Так, батареечку пополняем. Запасы. Ну и смотрим, конечно же, что здесь есть интересного. И сейчас мы с вами будем исследовать эту базу, блин. Базу разрушенную, которая, видите, провалился. Ледник упал, это и вот оно. Вот оно, наконец-то, фрагмент большой комнаты. Того, чего у нас не имелось. И теперь-то мы с вами сможем развивать нашу базу дальше, строить и её расширять. Отлично. Большая комната найдена и отсканирована. Смотрим, что здесь есть ещё полезного. А полезного здесь и переборка, да, у нас автоматически появилась. Но это ещё не всё. Здесь должно быть намного больше полезных предметов, которых у нас с вами ещё не было. Внутренняя грядка. Вот вам и, пожалуйста. И теперь это уже вторая грядка. Первую мы нашли, друзья, в обломке Меркурия 2. Во втором обломке, кто не видел, посмотрите предыдущую серию. И теперь мы с вами сможем строить уже и наружные, и внутренние грядки, и делать наши ботанические сады. Фрагмент зарядного устройства. Ну, это чисто ради сканера, да. Смотрим, что здесь есть ещё. И, возможно, что же могли изменить. А, ну, волс. Так. Плакатик с котиком, как в оригинальной сабне. Но он, к сожалению, не берётся, не сканируется и ничего не делается. Всегда было интересно, что это такое. Какие-то интеркомы, да, переговорные устройства, свои предположения. Напишите догадки в комментариях. И КПК. Важный КПК, который гласит. Обновление данных об извлечении образца. Веспор продолжает удовлетворять мои запросы касательно дополнительного персонала для исследования замороженной во льду аномалии. Мы добились стабильного прогресса в раскопках и близки к извлечению жизнеспособного образца. В случае успешного извлечения следует принять особые меры предосторожности для безопасной перевозки. То есть здесь уже нам дают понять, что какая-то есть аномалия замороженная. И мы должны её, по идее, будем искать. Хорошо. Так, смотрим, что здесь есть ещё. Вот этот антуражик, который, к сожалению, у меня не брался. Чашечка кофе. Кофе Американо. А здесь кофе так чашечкой осталось, да, друзья? Потому что в новой обновлённой версии там уже, друзья, идут целые термосы. Термосы многоразовые. А здесь так и осталось чашечка сабнатики. Понятно? Да, понятно. Ладно, короче. Сканируем давайте этот большой шкаф, которого у нас тоже, получается, да, не было до этого чертежа. Да, появился у нас большой шкаф. Мы тоже сможем строить на базе. Ещё Американо подберём. Здесь какой-то просто утеплитель, да. Вот это согревал здесь кого-то. Ну и больше пока что ничего ценного другого я не вижу. Колбочки, колбочки, колбочки. Куча колбочек. Но ни одну взять, к сожалению, нельзя. Смотрим, что здесь, друзья, есть. А вот это уже круто. Это круто. Только, блин, почему ты холодильник? Вот. Это очень крутая вещь. Судя по предыдущему выживанию, друзья... Кстати, мы сканировали, у нас есть кофемашина или нет, я не помню. Судя по предыдущему выживанию, холодильник это просто вещь. В нём реально не портятся предметы. Причём, по-настоящему, друзья, вы ложите и всё. Их прочность, оно не становится ветхим, не убывает. Можете хранить растения, рыбу, жареную рыбу и прочность... Музычка пошла даже откуда, интересно. И прочность не уходит. Всегда было интересно, что за этой перегородочкой. Но вижу, что там просто пусто. Но это ещё, друзья, не всё. Это часть нашей базы. Мы с вами обязательно сейчас её исследуем дальше. Потому что здесь ещё должно кое-что находиться интересное. Опа! Посмотрите! Да, вот о этом вы мне писали, а я так его и не исследовал. Понятно. Целый настоящий телепорт! Предтечь! Ё-моё! А вы знаете, что я, друзья, не взял с собой ни одного ионного кубика. Хотя у меня три ионных кубика есть на базе. Блин! Ё-моё! Из пещер... Да. Ну а здесь я, кстати, и не вижу. Хорошо. Этот есть, но толку от него и нету. Где его активация? Посмотрите, здесь всё пусто. Столы пусто. Ну, в принципе, да. Тогда... И судя по всему, что для его активации требуется целых четыре куба, что ли? Обалдеть! Так, можно сделать, конечно, превьюшечку, пофотографироваться. Можно вот так вот полностью убрать, стоять бояться, интерфейс. Кто не знает, всё это дело нажимается на клавишу F6. Возможно, кому-то окажется полезным. Возвращаем наш интерфейс и всё у нас хорошо. Ну и как вы думаете, для чего же он сделан и куда он может вообще вести? Я не вижу здесь, к сожалению, активации этого телепорта. Печально, печально, но и очень интересно. Я думаю, что он должен был вести, друзья, куда-то в горный комплекс. Хотя, возможно, и нет. Но всему этому не суждено было случиться. А вот что и куда он теперь будет вести, мы уже узнаем в новой истории. Мы обязательно тоже в неё, друзья, будем играть. Так что не бойтесь. Всё вы увидите, всё будет на канале. Ещё один КПК и не только. Журнал Пингвин Крыл Шпиона. Исследования идут всё так же хорошо. Пингвин Крыл Шпионы добавляет множество возможностей для исследования этой невероятной планеты. Позволяя нам посетить те места, в которые мы раньше попросту не могли попасть. Местные обитатели, похоже, хорошо реагируют на Пингвин Крыл Шпиона, изредка проявляя минимальную агрессию. Использование Пингвин Крыл Шпиона в полевых условиях позволит продвинуться дальше. А вот и он, друзья. А вот и Пингвин Крыл Шпион. Так, технология у нас эта появилась. Давайте посмотрим, что же там вообще для него нужно. Внутренние грядочки. Это, конечно, хорошо. Хорошо, холодильник. Это просто отлично. А где же наш ты маленький пингвисик? Так, большая комната. Это чудесно. Ну и остаётся Пингвин Крыл. Комплект проводов и селенконовая резина. Ну, извините, этого я тоже с собой не брал. Но это просто капец, блин. Так, хорошо. Второй. Этот. На этом нижнем этаже мы с вами не были. Поэтому быстренько, быстренько. Кстати, в шкафах ничего не добавили. Быстренько смотрим, что здесь есть ещё. И фрагмент полярного лиса. Вот он, красавчик. Чудесно. Один из трёх есть. Я думаю, остальные мы с вами доберём. Очень причём скоро. Так, так, так. Больше вроде бы ничего не пропускаю. Новая музычка. Новая музычка для музыкального аппарата. Чудесно. Nerd Out Diving Into The Deep. Так, больше здесь ничего нет. Ну, короче, базу, как вы видите, разрушила так основательно. Да. Вот это загогулина, короче, появилась. Ну что, здесь мы с вами не выйдем. Но нам обязательно нужно всё это дело ещё обойти. И посмотреть в самом-самом низу под базой, что находится. Обязательно загляните сюда. Ведь именно здесь находится техстанция. Раньше он назывался Под. Блин, как же? Ховер Под. Ховер Под. Да, Ховер Под. Для полярного лиса. Техстанция полярного лиса. Размещаемая станция для подзарядки и ремонта гравицикла. Полярный лис. Так, чудесно, чудесно. А сам полярный лис, друзья? А сам, друзья, полярный лис у нас появился или нет? Сейчас мы глянем в инвентаре. И что для него осталось? Один фрагмент из трёх мы нашли. Значит, нужно найти ещё два. И вот, честно говоря, в новой истории я не помню, где он ищется. Потому что раньше просто возле входа были разбросаны его обломки. Таки пропустил. Посмотрите, я вернулся, чтобы подумал, может, ещё что-то пропустил. И взять цилиндрическая колба для образцов. Причём берётся целых три штучки, друзья. Отлично. Я очень люблю такой антураж, где она появилась. Потому что его мы сможем использовать на нашей базе. Ну, в качестве меблировочки. И таким образом скрасим как-то нашу базу. Допустим, когда построим бар. И построим туда в качестве стаканчиков. Это всё дело. Посмотрите, что творится. Вы просто посмотрите. Я только что просканировал в третий раз. Мы с вами были. Я уже сканировал. И ещё два раза его сканировал. Просто. Ну, это инвентарь. Ещё и эту колбу можно взять. Так, давайте вообще выпьем это кофеёчек. Хотя, в принципе, можно было кофе оставить. Оно может теперь нас спасти. Ну, давайте попьём вот так вот. И посмотрим. Да, ещё. Вы посмотрите, что происходит. По три каждой колбы я беру. Это ужас. Три колбы обычные. Три колбы со стаканчиков. Ну, как это так? Это просто, друзья, баг. Это, ну, так не должно быть. С одной штуки берётся три колбы. В этом холодильнике точно ничего нет. Ну, всё. В принципе, друзья. Поляр. Взять снег. Эо, мы здесь уже прям можем брать снег. О, кстати. Нужно проверить эту фишку в старой сборке. Выхожу я наружу, друзья. Ещё один ящичек. Ещё одна обеззараженная водичка, которую некуда просто брать. И всё не так просто теперь с ховербайком, да. Который мы раньше просто очень получили. Раньше. Использовав, просто просканировав на входе три обломка. Пока что я нашёл только один. И насколько я понимаю, теперь мне придётся здесь бегать, выживать в ледниковой долине, чтобы найти остальные обломки. Плюс, друзья, мне обязательно нужно будет поиметь дело вот с тем красавцем. Со снежным сталкером. Но, посмотрите, делать это практически нереально. Знаете почему? Потому что я просто сразу же замерзаю нафиг. У меня времени совершенно нет. И с этим нам нужно разобраться. Ну, а разобраться только единственным способом. Сделать, конечно же, защиту от холода. Вы посмотрите, просто какой хардкор творится. Я сейчас уже замёрзну нафиг, если не успею прыгнуть в воду. Просто стал какой-то хардкор. Это просто жесть. Друзья, с этим нужно что-то делать. С этим нужно бороться. И я знаю, что мы будем делать. Но это уже в следующий раз. Потому что я забыл силиконовую резину. Поэтому носите резину всегда с собой. Обязательно найду силиконовую резину. Кое-что скрафтим. Да, и потом с помощью этого уже будем добывать. Да, получается мех, из которого будем делать защитный костюм. От этого всего дела. Что ж, друзья, если вам серия понравилась, было хоть чем-то интересно и полезно, не забудьте подписаться. Если вы можете, поддержите канал на Boosty. Сделать это можно по первой ссылочке в описании. Но также делитесь этим видео с друзьями. На этом всё. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. И, конечно же, до скорой встречи в новом видео. А я погнал за силиконовой резиной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...